Муай-тай. Тайский бокс. Бокс свободный. Ну, наверное, это одно из самых жестких боевых искусств. Один из наиболее жестких видов, а может быть даже самый жесткий, в котором используются ударные техники. И так уж повелось, что в тайском боксе бьют всем. Его еще называли боксом или боем восьмируких, потому что там используют не только руки и ноги, но еще используют локти и колени. Да, локти и колени – это тоже руки и ноги, но вы поняли, что я подразумевал под руками и ногами. Это кулаки и стопы и голени. И да, если мы во время боя надеваем на руки перчатки, а руки могут быть затейпированы, то что касается коленей, голеней и локтей, они ничем не защищены. Вот было бы неловко, если вы бьете противника и наносите ущерб своими ударами не ему, а себе, из-за того, что ваши ударные части не подготовлены должным образом. Или если вам после каждого боя нужно долго залечивать свои голени, свои кулаки, свои колени – это не дело. Или предплечье. Вообще это неправильно. Поэтому они нуждаются в укреплении. Почему-то получилось так, что в тайском боксе не существует какого-то специального снаряда и специальной какой-то методики и практики для того, чтобы полноценно и многогранно укреплять ударные части и ударные поверхности. Все это производится в процессе прямого тренинга с товарищем по клубу, со своим спарринг-партнером, ну или по работе, по относительно мягким мешкам. Поэтому все это закаляется вот таким вот образом на мешках и только потом уже проверяется на жесткой практике во время реального поединка, спортивного поединка или при демонстрации, при ударах по жесткой какой-то пальме. И вот теперь, когда стала возможна интеграция между разными видами боевых искусств, когда стало можно обмениваться опытами в кемпы тайского бокса, едут специалисты самых разных видов боевых искусств, чтобы подчеркнуть что-то себе из тайского бокса, они также привносят и в тайский бокс что-то новое, какие-то новые методы подготовки, техники, практики, стратегии, но также и принципы функциональной, технической подготовки и также подготовки в работе на снарядах. Ну и в том числе вот стало известно и Макевара. И стало понятно, что для тайского боксера это практически идеальный снаряд, потому что бьем мы по жесткому, а не по мягкому, потому что боек он жесткий у Макевары, а работает он за счет упругости своей, как мягкий. И поэтому одновременно происходит и постановка силы удара, и набивка с этими самыми сильными ударами всех ударных своих поверхностей. Можно набивать и локти, и кулаки, и голени, и колени. Все работает просто замечательно. Это, наверное, идеальный снаряд для подготовки ударных поверхностей в тайском боксе. Рекомендую. Если бы дерево было выше, восходящие техники ударов локтями можно было бы работать. А на таком уровне легко работать удары коленями по голове. Как раз вот уровень головы натягиваем противника на себя и наносим коленом удар. На Макеваре МБШ можно работать абсолютно любые техники. Все зависит от того, как вы ее закрепите. И тогда удар наносимый перпендикулярно бойку Макевары можно бить под любым углом, в зависимости от того, как Макевара располагается. Вариабельность может быть просто фантастическая. Макевара МБШ – лучшая портативная Макевара, на которой можно работать абсолютно все. Удачи!